здравствуйте дорогие друзья в прямом эфире красное радио сегодня понедельник 27 сентября московское время 18 часов и мы начинаем встречу с нашим постоянным гостем это историк это дипломат и просто хороший человек николай николаевич платошкин здравствуйте никакать здрасте саша здрасте уважаемые слушатели я сегодня хотел бы выступить конечно не как дипломат как люди считают и правильно что я лидер движения за новый социализм я думаю что сейчас конечно большинство вопросов как я оцениваю встречу лидеров парламентских фракций с путина в субботу особенно конечно выступление зюганова я думаю с этого и начнем первое и очень важно к сожалению для меня предварительно текст выступления геннадий андреевич с нами как союзниками кпф согласован не был чмогов с сожалением потому что руководитель кпф просили меня и правильно делали до этого что важные какие-то мероприятия совместные пресс-конференции желательно проговаривать заранее чтобы союзники действовали в унисон это верно вот у меня возникает вопрос почему же с нами не посоветовались в конце концов лидер кпф он вправе конечно выступать от своего имени просто на что тогда стоит союз тем более мне не ясно следующее выступление начиналось насколько мне известно словами что мы кпф еще 56 организаций левого толка ну среди которых видимо и наше движение вступили в предвыборную кампанию ради выполнения каких-то там указаний путина по развитию страны нет мы не ради этого вступили в избирательную кампанию абсолютно нет наш главный противник в этой избирательной кампании был партии единой россии путин выступал на съезде этой партии всячески его поддерживал даже выплатил там людям по 10 тысяч рублей то есть говорить о том что мы против единой россии о чем кпф говорил неоднократно и мы тоже и одновременно поддерживать путина мы путин это шизофрении на мой взгляд путин увидите он не скрывает что он за единую россию он хочет чтобы эта партия была правящей мы по крайней мере 99 процентов коммунистов и движения за новый саль не хотим чтобы эта партия была правящей всю избирательную кампанию я потратил на то чтобы убрать единую россию от кормила власти причем кормила и в преном и в переносном смысле путем свободных демократических выборов поэтому я очень надеюсь что впредь такого не будет повторяться если мы союзники мы основные выступления согласов не все понятно что технологически это невозможно но тогда мы будем к сожалению общаться в таком режиме сначала выступает кпф не согласованно с нами потом мы не согласованы с ними я ничего хорошего в этом не вижу второе я никак не могу понять насчет позиции кпп электронного голосования мне было четко заявлено руководителями партии что кпрф не признает результатов дистанционного электронного голосования или сокращенно дега по крайней мере в городе москва это первое и второе что сейчас готовятся данные по двадцати регионам где мы через суды все левые силы будем требовать признания там выборов недействительными правильная позиция абсолютно верно но почему она не прозвучала потом мне непонятно заявление знаете вот например астанин и который будет ну вы понимаете вот мы митингуем москве мы людям одно говорим а геннадий андреевич президенту должен как по-другому говорит что за идиотизм я извиняюсь почему она гид какой-то протокол мне дипломата про протокол не надо рассказывать протокол то извините женщину вперед пропускать например и или из лифта первым выходить никто не требовал от геннадия андреевича швыряться путина стаканами там матом его покрывать но надо было четко абсолютно заявить что коммунистическая партия не признают как минимум результатов дистанционного электронного голосования в москве какие-то там рабочие группы на будущее еще что-то это неинтересно все мы должны эти выборы дистанционные не признавать и в дальнейшем наставить на том чтобы никогда больше никаких электронных выборов российской федерации не проводилась нигде и на каком уровне потому что их нельзя контролировать в ответ путин заявил что это модно современно опять что-то в америке значит вообще там почтовые выборы причем тут в огороде бузина то в киеве дядька электронных выборов в россии быть не должно дальше встреча идет с президентом в это время по данным парфенова который является одним руководителем московской коммунистической организации задержано более 60 человек почему этот вопрос не прозвучал коммунистов задержали янгалычева сидела депутат мосгордума мосгордуме боясь выйти что ее арестуют таких случаях вообще не надо идти на нем какие разговоры сказать сначала выпускайте людей потом будем разговаривать а то получается зюганов лидер крупнейшей оппозиционной партии говорится президент моего товарища сидят там кто в каталажке кто ну там не знаю в овд причем за что за то что в это самое время когда зюганов госпрезидентом депутаты действующие от государственной думы от коммунистической партии кашин парфенов и рашкин проводят встречу с депутата с избирателями чего они делали там на протяжении лета когда я мог на этом наблюдать но я не знаю на десятки раз посадили удальцова на 10 суток за то что он об этом просто сообщил почему не потребовали освобождение удальцов но чем мальчик для битья что вот его как бы можно сажать за сына левченко мы будем бороться так не пойдет я хотел бы напомнить заповедь из морального кодекса строителя коммунизма один за всех все за одного а то получается вот за это мы так и очень скажем там а это пусть там отдыхает где попал то есть мы с этим категорически не согласно с дистанционным электронным голосованием его признавать не собираемся и дальше что из этого следует я не хочу думать я даже не хочу верить в слухи которые активно распространяются что такая странная как говорят многие позиции лидера кпр по отношению к президенту объяснялась только тем что коммунисты хотят получить в будущем составе государственной думы посты каких-то влиятельных председателей комитетов я не хочу вот верить я надеюсь что это какая-то фигня потому что тогда вообще верить него что я еще раз говорю при 57 депутатах членство коммунистов каких-то комитетов госдума не имеет для народа никакого значения абсолютно никакой при таком тотальном большинстве единой россии если мы его признаем я вам сразу могу сказать дорогие друзья работы государственной думы для людей не имеет никакого значения что 43 человека что 57 если у ядра больше трехсот председатель комитета в принципе от оппозиции будет отличаться от нормального депутата тем что у него машина будет не разъездная но не по вызову а постоянная что ради этого боролись мы нет ни в коем случае и так что из этого следует я предлагаю товарищем рашкина это глава московских коммунистов парфенова и обухова это тем московские коммунисты которые из-за электронного голосования проиграли в своих одномандатных округах выигрывая до электронного голоса и но прошли в госдуму по партийному списку ппрф получил 30 процентов в москве не принимать мандата до сих пор пока их товарищи москве которые тоже не прошли но они ух не было партийного списка они вообще не депутат это лобанов ну например да это тоже анастасия удальцу я думаю солидарности с ними московские коммунисты не должны принимать мандат иначе получится как с олимпиады которую мы критиковали половину спортсменов не пустили остальные поехали какая разница ну черт с ними которых не пустили если фракция кпрф примет решение вообще до выяснения всех этих обстоятельств с электронным голосованием не принимать мандаты представители зонос государственной думе глазкова она последует этому примеру незамедлительно это понятно поэтому я очень надеюсь что это произойдет потому что получается что значит мы все не признаем результат электронного голосования но будем работать в государственной думе с теми в результате этих непризнанных выборов стал депутатом что тут извините он во мне включается дипломат и юрист это как так получается выборы не действительно мы считаем а те кто в результате их попал в парламент обычные классные ребята мы с ними работаем и прочим не такого быть не должно иначе иначе люди нам не поверят абсолютно ну наконец я честно я не понимаю как можно защищать после всего этого что назвали выборами панфилова геннадий андреевич но мы с вами были на заседании центральной избирательной комиссии когда снимали грудинина но вы же сами там не жалели вообще критики в адрес панфилова они только ведь грудинина то сняли сняли многих других просто а мы о них мало знаем как после их можно хвалить требования к прф и наших союзников ну и нас четко панфилова надо отправить в отставку она не может занимать должность председателя центральной избирательной комиссии потому что то что происходило нельзя назвать выборами понимаете но если мне доверенному лицу партии отказали нарушение закона присутствует при почете электронных голосов но просто это один случай со мной связан но их сотни когда у наблюдателя к прф дом подожгли когда в туве 40 человек проголосовал за партию пришло проверить результат на участок там было 0 стояла в графе но мы что это все терпеть должны сам зюганов правильно играть в стране сложились султанаты какие-то там регионы где просто тупо переписывают протокол вот например как похоже в той же туве и что нормально ну что должны соглашаться с путиным который будет выборы прошли замечательно там соответствии с законом конкурентные нет этого быть не должно кпрф и так идет на компромисс для того чтобы не взорвать обстановку в стране говоря мы пока требуем пересмотра выборов в москве дистанционных электронах хотя вообще еще следовало еще во всех регионах пересматривать но мы стараемся это делать со стороны власти никакого посыла к диалогу даже не слыхать путин электронных голоса не современные музею ганов дать отменять пенсион реформу он это вообще проигнорировал полностью а когда он спросил тех кто присутствовал от кпрф а какие еще вопросы почему никто не сказал бы не ответили на главный вопрос об отмене пенсион реформы чего они молчали при этом я считаю так что раз мы шли на эти выборы лево патриотическим блоком у нас сейчас путин мы должны быть лидер этого лево патриотического блока включая удальцова которого посадили в кутузку по абсолютно надуманным обвинением на очередные 10 суток и если на этих встречах должны были быть зюганов я удальцов но еще руководитель может еще каких-то левых организаций мне неизвестно и например если бы удальцов сидел в тюрьме в это время на встречу идти не надо было на мой взгляд надо все-таки заботиться о своих людях что касается меня да я не скрою мне конечно было неприятно что мой случай не был упомянут упомянули сына левченко который сидит в сизо и которому на два месяца еще продлили срок я считаю что он должен быть освобождены то что зюганов поднял вопрос абсолютно верно остальные тучи меня складывается впечатление что вы ему подсказали что фамилию платошкина грудинина произносить не нужно что это президента может покоробить если я не прав ну что же хорошо из этого делается следующий вывод значит завтра будет заседание президиума кпрф это у них высший орган ну понятно мы туда не приглашены ради бога но мы ждем там коренного при осмыслении ситуации на этой неделе же об обещается встреча зюганова союзниками я правда не понимаю то от левого фронта будет если удальцов на 10 суток загремел не за что мы все эти вопросы поставим предельно ясно я говорил на селекторном совещании со всеми руководителями обкомов кпрф это был по моему прошлый четверг это можно посмотреть это селекторное совещание выложенную караулу мое заявление там было диссонансом потому что извините я не понял когда пошел какой-то знаете хвалебный вал кпрф выиграла выборы благодаря выдающемуся руководству прекраснейшей программе каким-то там прекрасным материалом это неправда сказал я выборы выиграны потому что нам удалось убедить людей что кпрф это главный антипод единой россии за кпрф голосовала масса людей может быть не читавших программу кпрф но это было протестное голосование и если мы сейчас вот как я услышал обалдел на этом совещании это что нормально выборы прошли мы заняли почетное второе место секретаре с мест начали отсчитываться что-то мы там в горсовет каком-то там место 5 у нас 6 депутатов ерунда мы выиграли эти выборы народ проголосовал за нас и говорит что мы заняли второе место но в горсовете у нас еще один крендель будет но для людей ничего не изменится при этом понимаете ничего ровным счетом ничего я сказал четко что если партия будет продолжать в том же духе но выиграли ладно там вместо пяти десять там где-то в следующую государственную думу эта партия уже не пройдет вообще потому что сейчас был исторический шанс народ поверил коммунистов как выразительным общенародного стремления убрать выборами партию единой россии от власти если сейчас опять ночью ну нормально нет такого не выйдет причем знать я бы еще понимал что если в горсовете которым хвалятся там местные коммунисты они бы взяли большинство и тогда ну действительно могли бы хоть штрафы снизить для горожан понимаете где-нибудь а когда знаете из 30 человек нас было 5 стала 6 чем тут хвалиться хвалиться тем что произошли массовые фальсификации слава богу второе что ли место заняли да реально результат коммунистов не 18 процентов а в районе 30 до им возможно не 50 как нет но 30 было железно ну как можно с этим мириться с этим мириться нельзя и понимаете если когда говорят ну а может быть там на личной встрече там с путина вопрос будет там по-другому поставлен нет надо было ставить вопрос по-другому на нормальные встречи еще раз вежливо корректно но по существу это должно быть четко ведь понимаете путин как лидер единой россии сейчас да он сам себя таким назначил когда выступил на съезде за ним меньше людей чем за зюганов за зюгановым больше людей сейчас но понимаете это поддержка которую люди оказали она может улетучиться и об этом сказал просто мгновенные даже перерастив прямо противоположные вещи к сожалению я должен сказать на этом селектором совещания геннадий андреевич со мной не согласился я так понял сказал да ну чё там мол многие предвещали что кпрф там уйдет а вот мы здесь до сих пор но что же я могу сказать возможно я ошибаюсь но мне кажется что нет поэтому завтра мы ждем как союзники еще с не как платошкин как движение за новый социализм который кроме зюганова на этом селектором совещании вообще никто не благодарил за исключением и вачева первой старе сверловского пола у него чести и совести хватило остальные выиграли выбор сами только благодаря собственным выдающимся способностям понимаете это понимаете мы у нас же все силы движения работали ведь не за деньги бесплатно на общую победу неужели нельзя было слов слов найти каких-нибудь нормальных ну что не деньги просят как у некоторые кстати наблюдатель коммунисты которые сидели за деньги у нас за деньги наблюдателями никто не был и так ждем решение президиума завтра о стратегии партии на следующий период если это только дележ комитетов и все вот как по-прежнему это не наши страты и это сразу скажу я это скажу тогда приличной встречи геннадий андреевич в четверг или когда она там будет я не знаю точная дата и с моей стороны никакого протокола не будет если мы людям что-то пообещали мы это должны выполнять противном случае грош нам цена и пусть они нас все проклянут и забудут на будущее понимать что касается там многих вопросов снятия там зюганова и прочее то должны решать сами коммунисты на мой взгляд да я думаю что сейчас все они вот кто имеет вес партии должны но собраться на какой-то актив там не знаю как у них называется и поговорить вообще пусть там без камер без меня я не претендую поговорить серьезно партия на распутье пойдет как раньше все на этом история коммунистической партии будет закончена и потому что платошкин этого хочет там нет платошкин этого не хочет иначе бы он не призывал людей голосовать за кпр но это произойдет у нас народ после таких вот выборов которые прошли с дистанционным образа электронным голосовым народ предательство не простит не мне там вообще никому и правильно сделать никаких электронных выборов быть не должно иначе выбора президента превращается тупую профанацию я опять как здесь 6 утра какие-то админы там проспавшись будут решать то будет президентом российской федерации нет этого быть не должно и наконец лидер коммунистов сказал что наша партия россии нет наша партия советской россии меня понятие россии собрамовичем виксельбергом абсолютно разное также как и ленин говорил что у пролетариев буржуазии разные представления сам отечестве мы в гораздо больше патриота чем они и моим россию свою родную социалистическую отдавать не должны вот собственно говоря ждем тогда вторника и ждем встречи союзниками шанс прокорректироваться я я хочу просто дать потому что не потому что такой добрый меня могут арестовать меня могут там я не знаю еще чуть-чуть что-то применить я кстати надеюсь что все болтуны кто сейчас пишет в оставку зюганов случае моего ареста они не прекратят хотя писать понимаете а начнут что-то может быть и делать но тем не менее еще раз говорю мне собственно говоря терять уже нечего я никогда со своей судимостью не смирилась не ради там панфи что панфилу похвалите что мне там еще три месяца сбросили еще чего такого не будет но собственно говоря поэтому я думаю они мне срок и дарит чтобы я выборах не участвовал так что вот такая ситуация что касается движения за новый социализм пока я еще с вами я объявляю массовый набор движения за новый социализм вы должны стать самой влиятельной левой силой в стране не в противовес кпрф а для того чтобы иметь возможность до чтобы наш город звучал весомее на переговорах союзниками пожалуйста записывайтесь спасибо а